Привет! Друзья мои, прежде чем перейду к теме моего ролика, давайте закрепим ответы на ваши часто повторяемые вопросы. И скажу я вам, если вы все еще раздумываете, переезжать или не переезжать куда-то, смотрите, не опоздайте. Возможно, сейчас вы успеете запрыгнуть в последний вагон, но кто знает, возможно, завтра уже не успеете. Так что попы подняли и начали действовать. Ну что ж, часто задают вопросы, дает ли возможность покупка недвижимости, получение ВНЖ. Нет, такой возможности, если вы купите дом или апартаменты, у вас нет. Нужно ли гражданам Евросоюза при покупке дома открывать фирму? Нет, не нужно. А вот гражданам, у кого паспорт не гражданина ЕС, вам, возможно, если вы запланировали купить дом, придется открыть фирму, потому что землю по-другому вы не сможете оформить, а только на фирму. И, кстати, это вам потом пригодится, если вы запланируете купить автомобиль, вы его также сможете оформить на фирму. Но, если вас убеждают, что на фирму нужно будет оформить и дом, не делайте этого, потому что у вас будут, во-первых, высокие платежи, во-вторых, гораздо выше налоги. Если цена недвижимости составляет выше 10 тысяч лев, как ни крути, вам придется либо открыть в Болгарии счет, либо вы сможете, если у вас есть такая возможность в вашей стране, оплатить эту недвижимость переводом из вашего банка в болгарский банк. По-другому, как-то выдавать эти деньги на руки собственнику вы не должны. Вся эта операция должна пройти только через банк. Еще такой момент. Возможно, вы сейчас думаете, нужно сначала купить недвижимость, чтобы у вас был адрес, и потом уже начать оформление ВНЖ. По сути, вы можете на это не тратить время. Вы можете заключить договор аренды апартаментов или дома. Должен быть он сроком на один год, начать оформление ВНЖ, а потом уже разбираться с недвижимостью. Если вы купите недвижимость через сколько-то месяцев, вам просто нужно будет прийти в миграционную службу, заявить, что у вас изменился адрес, вам поменяют этот адрес в личной карте, и все, все продолжается дальше. Не теряйте время. Самое главное, если вы не являетесь гражданином Евросоюза, планируете переезд, у вас в Болгарии должен быть счет и адрес для того, чтобы подать на ВНЖ. Так вот, поторопитесь, почему я говорю. Сейчас, если раньше не обращали внимания, какой размер вашей пенсии, важно было, чтобы на счету было достаточно средств, то теперь, к сожалению, на это стали обращать внимание. И по информации, пенсия у вас должна быть уже больше 30 тысяч рублей. Вы, безусловно, должны все это проверить, что я говорю, но вот я обладаю именно такой информацией, начались уже отказы у тех, у кого пенсии гораздо ниже. Друзья мои, прошу вас, не ленитесь. Если у вас вдруг всплыл какой-то вопрос, не ждите, пока вам ответит кто-то из блогеров. Гугл вам в помощь. Там есть все ответы на самые даже сложнейшие вопросы. И даже мне самой, поверьте, отвечать на сложный вопрос гораздо интереснее, чем на вот эти бесконечно повторяющиеся легкие вопросы. Как только вы в поисковике зададите вопрос, вам тут же придет информация. Самая свежайшая, новейшая и самая важная для вас. Друзья мои, мне не сложно отвечать, но держу за вас вот так пальчик и пусть у вас все получится. Не ленитесь. Ну а теперь приступим к теме ролика. Я покажу вам дом. Цена его 28 тысяч лев или чуть больше 14 тысяч евро. Дом в очень хорошем состоянии. Находится этот дом в селе Устрим. Это рядом с городом Топаловград. В 120 километрах от моря и от города Бургас. В этом селе живу я. Здесь замечательная инфраструктура. И самое главное, пока еще очень доступные цены на недвижимость. Итак, продается жилой дом. Жилая площадь 80 квадратных метров. И двухэтажная пристройка. Это летняя кухня. Наверху комната без отделки 15 квадратных метров. Обратите внимание на крышу. На трубы для камина. Посмотрите, что забор в отличном состоянии. Немножко меня смутило то, что заезд для автомобиля по моим меркам какой-то узкий. Но эту проблему можно решить, как я вам дальше расскажу. Это мы видим сейчас пристройку. Летняя кухня и наверху комната. На окнах ролеты. В доме не все окна заменены. Но вот в пристройке все из стеклопакеты. И в одной комнате тоже заменены окна. Так, сейчас идем внутрь. Все посмотрим. Прямо с самого захода. Значит, заходим в калитку. Нам открывается вот такой вид. Направо заход в летнюю кухню. Здесь стоит умывальник. Подключена вода. Летний водопровод. Здесь такая, значит, уже часть сада. С посадками. Есть виноград, плодовые деревья, цветы. Сад вообще в хорошем состоянии. Все ухожено. Никаких разрушений плитки, какого-то бетона. Ничего я не увидела. Но давайте вместе еще раз посмотрим. Вдруг я что-то пропустила. За домом ухаживали. Хозяева болгары. Точнее, хозяйка. Она тоже здесь. Здесь ее легко найти. Поэтому с документами никаких нет проблем. Это электроподключение к дому. То есть в доме центральный канал. Канализация. Центральный водопровод. И безусловное электричество. Здесь сейчас вы видите еще часть сада. Наверху вьется виноград. Тут цветочки. Итак, заходим в дом. Нас встречает вот такая терраска. Все ухожено. Никаких разрушений бетона нет. Посмотрим на потолок. Здесь тоже все чисто, без подтеков. Есть даже розетка. Как видите, свет выведен. Вот такой вход. И сразу попадаем в коридор. В коридоре заменено окно. Потолок тут пытались подмазать, побелить. Как выглядели эти трещины без покраски, мы увидим сейчас в других комнатах. Вот таким окошком отделен электрощиток. В общем, чего-то криминального здесь вообще во всем этом доме я не увидела. Никаких признаков плесени. Никаких грибков. Полы деревянные. Потолок деревянный. Заштукатуренный. Идем сейчас с вами в первую комнату. Я мерила ее шагами. Как-то 3 на 4 у меня получилось. В комнате два окна. Одно окно смотрит на террасу, где мы заходили. Второе окно смотрит во двор. Потолок. Здесь ничего не белили. Вот так он и был. В этой комнате. Ну, в принципе, тоже, значит, есть здесь выходы для камина. Но самое главное, что вот здесь, в этом главном основном доме, нету ванной комнаты. Но для этого здесь есть место. Я вам покажу сейчас, как дальше можно сделать. Вы, конечно, кто планирует купить этот дом, будете все это придумывать сами. Сейчас заходим во вторую комнату. Она уже больше, где-то 16 квадратов. Мы с вами видим, как выглядит и пол. Он деревянный. Да, вот такая доска некрашенная. Пол не скрипит. Никаких там провалов пола нет. Все очень крепкое. Вот потолок, посмотрите, без протечек. Здесь тоже не покрашено, не побелено. Ничего не заменено. Все вот так, как есть. Есть точно так же выход и для того, чтобы подключить камин. Еще раз все посмотрим внимательно с вами. Вы, я жду ваших комментариев, что думаете по этому дому. Какие у вас есть идеи. Трещины на стене, да, вот такие небольшие я увидела. Все тоже не криминально. Это просто вот такой слой толстой штукатурки. Дом кирпичный, если вы обратили внимание. Очень толстые стены. Где-то 24 сантиметра. И сейчас мы заходим в третью комнату. В ней тут есть такой интересный момент. Вот в этой комнате можно сделать как раз и ванную. Этот шкаф, я думаю, вы бы убрали. Это окно смотрит уже во двор, в сад. И значит, что здесь такое, что меня удивило и что не сразу заметно. Здесь вот такая арка. И вход как бы в такую небольшую комнатку, которую можно, допустим, если арку эту уменьшить. Тут есть, кстати, выход на чердак. Но из-за того, что нет лестницы, я никуда не лазила. Это мы сейчас смотрим, что там творится во дворе. Мы туда еще с вами пойдем, все увидим. Своими собственными глазами. Я буду вашими глазами. Видите, окна не заменены. И вот такая вот комнатка. Если вы хотите оставить, допустим, здесь как кухню-студию, сюда можно поставить мебельный кухонный гарнитур. Если вы хотите, здесь можно подключить ванную, душ, туалет. Сделать в этом возможность есть. И напоминаю, что в этом доме центральный водопровод, центральная канализация подключена к дому. Ванная комната есть, но она оказалась в летней кухне. Поэтому если вы соберетесь идти, допустим, ночью в туалет, вот на данный момент вам придется выйти из одной двери и зайти в другую. Думаю, конечно, что вы захотите сделать так, чтобы все было рядом. Но опять же хозяин барин. Еще раз все смотрим внимательно. Полы вот такие. Покрашенная доска. Вот такие стены. Вот такая мебель. И вот такой еще раз смотрим, вот этот закуточек. Все чистенько, беленько. То есть можно в какой-то комнате вести ремонт и двигаться дальше к своей мечте. И из этой комнаты попадаем в коридор. Ну вот, вот такая вот обстановка. Ну что ж, давайте с вами теперь посмотрим, что представляет из себя вот эта пристройка летняя кухня. Я ее так назвала. Как ее там назвали хозяева, не знаю. Попадаем сразу вот на такую террасу застекленную. Здесь, я думаю, можно летом и отдохнуть. И если приедут гости их разместить, и если в главном доме делаете ремонт, можно разместиться. Большая комната. Значит, здесь пол бетонный. Сверху лежит линолеум. Все стены бетонные, потолок бетонный. Как видите, здесь в этой комнате располагается печка. Солнечная очень сторона. Здесь вот хозяйка выращивает рассаду. Хозяйка 85 лет. Такая крепкая женщина. Вы увидите весь сад, огород. Все, вот она сама. Но приезжают, конечно, помощники к ней. Но вот решили дети ее забрать к себе. Так, идем дальше. Попадаем в такую комнатку небольшую. Это как кухонка. Здесь вот и печечка стоит, чтобы готовить. Окошко есть. Тоже обращаем внимание на потолок. Все беленькое, чистенькое. И смотрим налево. Тут вот как раз располагается и ванная комната. Скажем так, в болгарских традициях. Туалет, душ ничем не отгорожены. Ну, вот довольно-таки просторное помещение. И здесь стоит такой титан. Титан этот топится дровами. Вы можете его оставить, либо заменить на бойлер. Кстати, почему этот титан установлен? Он подогревает воду. То есть вы затапливаете титан. Греется вода. И причем в помещении становится тоже очень тепло. Ну, вот еще раз пробегаем взглядом. Как выглядит это помещение. В принципе, здесь, как видите, все в порядке. Естественно, вы все сделаете так, как вам нравится. Может быть, уберете эту печку здесь и поставите просто электро. Это уже ваши мечты. И вот над этим помещением, где мы только что сейчас были, располагается комната, как второй этаж. Получается, что нужно поставить какую-то лестницу наружную. Туда я не смогла попасть, но там, я так понимаю, никакой отделки нет. Ну, что ж, давайте двигаться дальше. Идем за дом. Посмотрим, что там в саду и какие там еще есть постройки. Итак, участок 12 соток. Вот где вы видите забор, да, по эту линию, это конец участка. Рядом живут соседи, все дома жилые. Один только дом, по-моему, справа. Там уже давно никто не живет. Но он не какая-то развалюха в хорошем состоянии. На участке, как я говорила, есть постройки. Построен туалет, да, для сада. Если вы там в саду работаете, не обязательно забегать в дом, да. И есть еще у дома цокольный этаж, где можно хранить какие-то консервы. Еще на участке стоят такие клетки. Видимо, кроликов содержали. И вот тут плодовые деревья. Несколько яблонь, черешня есть, сказали. И смотрите, вот такой цокольный этаж. Сейчас мы туда с вами заглянем. Там, во-первых, прохладно даже сейчас. И очень много людей делали консервации. Там все хранили. При входе в цокольное помещение надо быть осторожным, потому что заход небольшой. А здесь уже обычная высота, да, для человека. Там, не знаю, 2 метра, наверное, точно потолки. И вот, видите, здесь можно хранить консервацию. Очень удобно в данное время. И при проживании в Болгарии, конечно, вы будете что-то выращивать, хранить. Вот цветы даже сюда заносили. Есть окошко. И мы видим, что потолки здесь тоже деревянные. То есть это потолок, либо пол одной из комнат. При выходе из этого помещения рядом с ним вот такая вот комнатка располагается. Здесь содержали животных, сказали. Но можно сделать из нее какое-то хранилище для инструмента, инвентаря. В общем, все помещения можно задействовать. Они тоже, видите, бетонные крепкие. Посмотрела, что у дома никаких глубоких трещин нет. Вот такие окна. Вот так все выглядит. Все вам показываю. Вдруг что пропустила, обязательно мне напишите. Идем дальше. Почему я говорилась по поводу того, что можно придумать что-то с парковкой автомобиля. Да потому что эти же люди напротив их дома продают вот такой участок. 15 соток. Понятно, что дом, который вот это вот, даже домом сложно назвать. Вот это вот здание, которое стоит сейчас на участке, оно не жилое. Я даже внутрь него не заходила. Но часто пишут, что мы хотим большой земельный участок. На этой земле плюс то, что есть колодец. То есть вы сможете из этого колодца поливать и в том доме участок. Если кого-то заинтересует, вот этот участок продадут отдельно. Цена у него невысокая, но на данный момент они с ценой пока никак не определились. То есть если человек, который покупать будет большой дом, будет заинтересован, он сможет с хозяевами договориться. Вот как раз колодец, про который я вам говорила. И цена для него будет, понятно, что очень приятная. Если кто-то захочет покупать отдельно, тут тоже надо с владельцами обсуждать этот момент. Сколько они за него запросят, но в силу того, что это здание не жилое, цена будет очень низкая. На участке виноградник, плодовые деревья. Он действительно очень большой. Так что, видите, есть о чем подумать. То есть вот то, что стоят вот здесь такие развалюшки, за ними еще тоже земля. И это все участок, который принадлежит этим людям. Если вам понравилось, обязательно поставьте автору лайк, подпишитесь на мой канал. И до скорой встречи, мои дорогие друзья!